Радиовера и издательский дом Фома представляют. О жизни, о вере, о мире бесконечном Мы спросим опять и опять О ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Отцы пустынники и жены непорочны Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Я детский врач, сейчас на пенсии А это мой друг Алтай, немецкая овчарка Тише, тише, Алтай! Он тоже с вами здоровается Мы ждем в гости наших друзей, Веру и Фому Они брат и сестра, замечательные ребята Будем пить чай с вареньем И разговаривать обо всем на свете О, а вот и они Алтай, встречай скорее Сождался уже мой хороший Иду, иду! Здравствуйте, дядя Миша! Добрый день! Рад вас видеть, ребята! Проходите скорее! Ммм, оладушки! Дядя Миша, а почему они розового цвета? Потому что они со свеклой Я прочитал, что именно так их готовила для Пушкина и его няня, Арина Родионовна Вот решил для вас испечь Очень, очень вкусные Угу, правда вкусные, спасибо! Ну, на здоровье! Вот сметану берите, варенье и чай Спасибо! Знаете, доктор, а я как раз про Пушкина хотел у вас спросить Что именно? Вот у нас в школе был вечер поэзии И одна старшеклассница его стихотворение читала Там так начиналось А-а-а, сейчас, как же О, отцы пустынники И жены непорочные А-а-а, чтоб сердцем А-а-а, ну что-то такое там Я дольше забыл Чтоб сердцем возлетать во области заочной Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв Сложили множество божественных молитв Да, точно, там про молитву было Святого Ефрема Сирина Ее читают в Великий пост Так что тебя заинтересовало в этом стихотворении? Вот, ну кто были эти отцы пустынники и... Жены непорочные Да А-а, речь о древних отшельниках Они уходили далеко от людей Жили в уединении Молились Богу А-а, я припоминаю Вы нам рассказывали что-то об этом Только я уже так много забыл Ну что ж, давайте вспоминать вместе М-м, они уходили и жили в уединении Это что значит, в одиночку? Да, посвящая все время молитве Но разве дома нельзя было молиться? Дома ведь хорошо, уютно А в пустыне ни воды, ни еды, ни людей Как раз от людей они и бежали Ну зачем? Вы же рассказывали, что еще в раю Бог сказал Нехорошо человеку быть одному Я помню И сотворил ему жену, Еву А с чего вы решили, что в пустыне человек остается один? А-а, вы Бога имеете в виду? Ну, что Господь всегда рядом, да? Точно! И ангелы, и святые, и эти... И эсы... Конечно! А еще, давайте не будем забывать и о том Что монахи ведь в каком-то смысле уже и не люди Что? Не удивляйтесь Вспомните лучше, как иначе называется иноческий чин Я поняла! Монахи, они ведь, они как... как... как ангелы Именно Поэтому ступени монашеского пострига называют еще малый ангельский образ Для обычных монахов Обычных или мантийных И великий ангельский образ Для схимников Вы нам рассказывали об этом Да, молодцы ребята, что вспомнили То есть монахи старались в своей жизни уподобиться ангелам Чтобы уже здесь, на земле, быть вместе со Христом Ммм, интересно А я вот слышал, что в далекой древности были и другие аскеты Кто? Аскеты? Аскеты – это люди, которые отказываются от всех удобств жизни, стремясь постичь истину Так что ты говорил, Фома? Я слышал, что были другие, ну, не христианские, аскеты Ну да, и что? Интересно, а зачем они уходили в пустыню или в горы, или в леса? Ну, они же в Бога не верили? Что ж, давайте вместе это узнаем Алтай! Где мы, доктор? О, пещера! А рядом с ней человек Мы с вами в Индии Какой-то странный он На земле сидит Волосы спутаны Борода длиннющая И на лбу какие-то знаки нарисованы Из одежды одна набедренная повязка А какой он худой! Аж ребра торчат Сидит и раскачивается из стороны в сторону Кто это? Это древнеиндийский отшельник Он отрекся от мира и всех его радостей ради самосовершенствования И живет прямо в лесу А что это он чертит палочкой на дощечке? О, кажется, что-то пишет Меняя себя к лучшему, я меняю к лучшему мир Ха, интересно Тебе это ничего не напоминает, Фома? Напоминает! Серафим Саровский говорил Спаси себя, и вокруг тебя тысячи спасутся Значит, эти древние аскиты шли в правильном направлении Думаю, да, Фома А теперь давайте еще кое-кого увидим А теперь мы где? Голые скалы, и ветер так свищет Как-то здесь неуютно О, смотри! Какой-то человек сидит прямо на голой скале Почти как тот индус А он кто? И как сюда попал? Это древнегреческий философ Гераклит Он происходил из знатного царского рода Но отказался от власти и всех привилегий Стал жить в горах один, питаясь травами От царской власти отказался? О, ничего себе! Да, зато он ближе многих других языческих мудрецов Подошел к познанию истины Истины? То есть Бога? Можно сказать и так Гераклит высказал мысль о том, что миром правит Логос И все в мире происходит по воле Логоса А Логос это что? Или кто? По-гречески это значит слово Доктор, слово! А, в начале было слово! Ведь в Евангелии так сказано Да, в Евангелии от Иоанна Значит, Гераклит о Христе говорил? Ну, еще нет Он только начинал догадываться, смутно прозревать истину А были такие древние мудрецы, аскеты, которые еще ближе приблизились, ну, к истине? Да, Алтай Какая природа красивая! Река, лес и никого нет А я вижу заросли бамбука Вера, смотри! Настоящая панда! Ой, ой, какой хорошенький мишка Похоже, что мы в Китае Ты угадал В пятом веке до Рождества Христова Смотри, Фома, хижина на берегу реки И... и Мишка туда идет Ой, а там... Какой-то старичок сидит Панда прямо к нему подошла и рядом легла А он ее погладил и чем-то угощает Ой, как здорово! А что это за старичок? Это китайский мудрец Лао Цзы Он давно уже живет в уединении и ищет ответы на самые важные вопросы Какие? Сейчас узнаем Подойдем поближе А мы не помешаем? Нет, мы же невидимы К нему как раз пришли ученики И они о чем-то беседуют Давайте послушаем Учитель Почему люди не могут жить в мире и согласии? Почему сильный всегда обижает слабого? Почему страшные войны уносят тысячи жизней и оставляют сирот и вдох? Потому, мой ученик, что люди живут своими желаниями, которые подчиняются телу, а не душе В этом корень зла Почему мы постоянно недовольны? Зачем завидуем? Почему жадничаем, словно собираемся жить вечно? Потому, что мы не думаем о том, что есть великий и незыблемый путь к постижению истины Именно он правит миром и всеми вещами, материальными и духовными А о каком пути он говорит? Лао Цзи называл этот путь словом «дао» Мудрец говорил о том, что если человек начинает жить праведно, то неизменно начинает приближаться к нему Получается, что если греческий философ называл Бога «логос» или «слово», то Лао Цзи «дао» или «путь»? Именно так А в Евангелии, если помнишь, о Христе говорится, что Он есть Слово, а еще, что Он есть путь и истина и жизнь Погодите, но ведь Лао Цзи до Христа жил, значит, он сам обо всем догадался, ну, что всем управляет Бог Которого он называл «дао» И не только об этом Вот послушайте, что он еще говорил Дао порождает одно Одно порождает два Два порождают три Три порождают всю тьму вещей Ого! Это же прямо как будто о троице сказано Неужели он и эту тайну понял? Некоторые современные православные исследователи говорят, что Лао Цзи интуитивно прозрел то, о чем возвещали христианские пророки Вот это да! Получается, что еще в древние времена задолго до Христа люди искали истину Да, и чтобы достичь духовного совершенства, некоторые из них отказывались от обычной жизни, от семьи, от общения с другими людьми Что? Прямо со всеми, со всеми? Ну почему же, Вера? Вот тот же Лао Цзи, он же ведь не все время был один К нему приходили ученики, и он их не прогонял Интересно, а как было у тех, кто по-настоящему верил в Бога? Ну, в истинного? У иудеев по-разному бывало Например, существовали такие люди, которых называли назареями И что они делали? На несколько лет брали на себя ряд обетов Каких? Не стричь волосы, не пить вина, не употреблять запрещенной законом Моисея пищи, жить безбрачно А что потом? А потом многие из них снова становились обычными людьми Интересно, как будто монахи, но на время А были те, кто не на время, а навсегда становился назареем? Были Те, кто хотел познать Бога, приблизиться к Нему, понимать Его волю Те, кого сам Господь избирал стать Его голосом Именно они несли Слово Божие людям И именем Его творили чудеса Ой, как вы мудрёны сейчас говорите, дядя Миша А это о ком? А давайте посмотрим Ой, как жарко В пустыне вокруг и ни одного человека А солнце как палит Нет, вон человек какой-то Босой, в рваной одежде Подпоясан верёвкой Это он вон к той деревне идёт Ага, подходит к бедному домику Стучит в дверь Кто это, доктор? Это пророк Илья Он жил в Израиле во времена нечестивого царя Ахава Который по всей стране насаждал культ поклонения языческому богу Ваалу А тех, кто верил в истинного бога Преследовал, убивал, я помню Вы нам рассказывали об этом И я тоже помню По молитве пророка Ильи Бог три года не давал дождя Верно После этой молитвы Илья опять ушёл в пустыню Всё это время пищу ему приносил ворон И вот уже три года, как стоит страшная засуха И поэтому Илья пришёл в эту деревню? Да, по велению Божию Это селение называется Сарепта И находится оно возле города Сидона А вот и дверь домика открылась Какая-то женщина приглашает его войти Бедная вдова приютила Илью и делилась с ним скудной пищей Когда к ней пришёл пророк У неё оставалась лишь горсть муки в катке И немного масла в кувшине Как же они смогли прокормиться? Ведь из-за засухи был голод По молитве пророка Ильи Совершилось чудо Во всё время пребывания пророка у вдовы в доме У неё не уменьшалось ни количество муки в катке Ни масла в кувшине Ого! Вот это да! Но и это ещё не всё Ой, вдова, которая приютила Илью, горько плачет На кровати лежит мальчик и не шевелится Он что, не дышит? Ох, мамочки! Он же... Случилось несчастье Сын вдовы заболел и умер Нет Как же так? Подожди, Вера Смотри Или я подошёл к ней и что-то говорит Не плачь, женщина Невозможное человеку Возможно Богу Мой сын Мой единственный сын Надежда и радость моя Опора в старости Как мне теперь жить без него? Верочка, не плачь Смотри, Илья молится Ох, Вера Он легонько дунул на него Три раза Ох, мальчик вздрогнул И глаза открыл Как будто спал и проснулся Вот это да Ох, теперь-то я узнала Что ты человек Божий И что Слово Господне В устах твоих Истинно Получается, Илья был первым в истории святым Который совершил такое чудо? Именно так После него чудеса воскрешения из мёртвых Совершит пророк Елисей А много веков спустя Христос и его ученики А интересно Почему именно по молитвам Ильи Бог воскресил мальчика? Почему никто другой раньше таких чудес не совершал? Потому что благодаря своей очень строгой жизни Всецело преданной Господу Илья научился творить волю Божью так, как никто и никогда на земле А что с ним дальше было? С Ильей? А ты не помнишь? Немножечко забыла Он победил языческих жрецов Которые смущали народ И призывали поклоняться идолам А потом, когда срок земной жизни Ильи подошёл к концу Господь забрал его к себе А, понятно Илья умер Нет Как это нет? Когда Илья шёл со своим учеником Елисеем по пустыне Огненная колесница, запряжённая огненными конями Разделила их И Илья в вихре вознёсся на небо Вот это да! Получается, что если человек живёт святой жизнью И знает истинного Бога То для него нет вообще ничего невозможного Да А почему тогда так мало таких людей? Потому что враг рода человеческого Стремится к тому, чтобы люди забывали про Бога Старается всячески от него отвлекать А ведь и правда Когда я долго дома в компьютере сижу Ну или телевизор смотрю Молиться и не хочется совсем Да что там молиться Даже посуду пойти помыть Маме помочь и то Лень! Ой, да и у меня так Особенно если мультики долго смотреть Доктор, а после пророка Ильи были и другие пророки? Конечно! И Лисей, Иона, Исайя, Иеремия и многие другие А во времена Христа Иоанн Креститель Вы нам рассказывали о нём? Да, он жил в пустыне, молился, ел акриды и дикий мёд А ещё крестил народ в реке Иордан и призывал всех покаяться И Христа крестил, а потом царь Ирод Иоанна казнил Михаил Гаврилович, я подумал, вот когда пришёл на землю Христос Он ведь тоже ушёл в пустыню и сорок дней там молился Верно, Фома И апостолы тоже? Да, и их ученики, и те, кто хотел подражать их жизни Впоследствии же многие из христиан стали уходить в пустыню Доктор, но это же монахи? Вы же про монахов нам сейчас говорите? Да, только они не сразу стали так называться А что значит слово «монах»? Оно происходит от греческого слова «монос» и переводится как «одиночный», «уединённый» Уединённый И что, они совсем одни жили? Да, очень многие из них вели отшельническую жизнь Но в том виде, в котором мы его знаем, монашество появилось спустя два века после пришествия Христа А что же было в эти два века? Люди посвящали всю свою жизнь Богу, объединяясь в общины А что это были за общины? И кто в них входил? Вдовы и девицы, или мужчины, решившие жить безбрачно и посвятить свою жизнь только служению Христу Но как же тогда появились первые монахи? С окончанием эпохи гонений в церковь вошло множество самых разных людей Так это же хорошо! И да, и нет Объясните, пожалуйста, доктор Раньше быть христианином означало подвергаться смертельной опасности А, вы о гонениях говорите? Да, поэтому случайных людей среди христиан не было Но потом в церковь стали входить люди, которые, уверовав в Христа, сохраняли свои старые языческие привычки Я, кажется, начинаю понимать Они приносили их с собой в церковь, и многие были с этим не согласны Поэтому и стали уходить в пустыне? Верно! Чтобы не отвлекаться и не соблазняться И всецело посвятить себя служению Господу А как это происходило? Как вот, допустим, обычный человек становился пустынником? Да! Что? Он приходил и просил Возьмите меня в монахи! Возьмите меня! А что? Иногда примерно так и было Ой, ребят, Алтай ведь прав Что это я все говорю и говорю? Хотите посмотреть? Конечно! Хотим! Тогда держитесь за поводок О, какая широкая река! А вокруг опять пустыня Эта река называется Нил Мы с вами в Египте Возле скалы маленький домик Такое небольшое укрытие называлось келия Смотри, Вера, а вон там еще одна келия А в ней монах Вышел и встал на молитву, видишь? Ага, вижу! А вон там вдали еще одна Какой-то пожилой человек стучится в дверь Она открывается, а на пороге монах О чем они говорят? Давай послушаем Чего ты хочешь? Хочу быть иноком Ты уже старая и не можешь быть иноком Возвратись домой и исполняй свою работу благодаря Богу Ты не сможешь жить в пустыне и терпеть лишения Отец, я готов исполнять все, что ты повелишь Я сказал тебе, что ты стар и не можешь быть монахом Уходи домой Я живу здесь один и по пять дней ничего не ем Поэтому ты не сможешь жить со мною Монах дверь захлопнул прямо перед носом у дедушки Сердитый какой А дедушка так и остался стоять у двери Кто эти монах и пожилой человек? А я думал, вы узнали этого инока Это же Антоний Великий, основатель монашества Ой, правда! Вы же нам про него рассказывали А человек, который пришел к нему в ученики и просится, он кто? Его звали Павел, а прозвище у него было припростой Его так назвали, потому что душой он был прост и не злобив Дядя Миша, а Антоний Великий взял его в ученики? Не сразу Целую неделю он не выходил к нему Но тайно через окно наблюдал за ним И видел его день и ночь неподвижно стоящим на одном месте и молящимся Ого! А потом Павел стал его учеником? Да И вот однажды к святому Антонию привели юношу, который был одержим нечистым духом То есть в него бес вселился? Да, и не простой, а один из князей тьмы Ой, какой ужас! Но Антоний сказал людям, приветшим юношу А впрочем, давайте посмотрим Не мое это дело, ибо я не получил от Бога власти над сильнейшими бесами Что же нам делать? Что делать? Помоги нам очень! Помоги нам очень! Но Павел Препростый имеет этот дар Идемте к нему Ава, Павел Изгони нечистого духа из этого юноши, чтобы он мог вернуться в дом свой здоровым Хваля Бога Благослови, отче Неужели Павел изгонит беса? Смотрите Дьявол, Аванто не велит тебе выйти из человека сего Не выйду, лживый старик Ой, мамочки, что же будет? Или выйди, или я помолюсь Христу, и будет тебе худо Не выйду Смотри, Вера, Павел встал на камень посреди пустыни Полдень, солнце так и болит, а он как будто и не чувствует зноя и молится Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, ты знаешь, что я не сойду с этого камня Хотя бы пришлось мне и умереть на нем И не буду есть хлеба и пить воды до тех пор Пока ты не услышишь меня и не изгонишь беса из этого юноши Выхожу! Выхожу! Смотрите Из одержимого как будто черное облако вышло И превратилась в огромную змею Ага, а та уползла в море Вот ничего себе! Да, страшно Как же он смог изгнать такого сильного беса? Павел победил его своей простотой и смирением Михаил Гаврилович, а когда появились монастыри? Ну вот как сейчас, такие, где все монахи вместе живут? Примерно в то же самое время Они назывались киновии или общежития В них монахи не имели своего имущества У них все было общее И они подчинялись во всем своему наставнику О, а здесь уже много келей и все рядом Смотри, Фома, на нас все вместе работают Строят храм Среди них один такой пожилой Трудится вместе со всеми Но видно, что он тут главный Все его слушают Это создатель первого общежительного монастыря Преподобный Пахомий Великий Он был современником Антония Великого И понимал, что жизнь в пустыне подходит не всем Ведь она полна опасностей И не каждый с ними справится А как он создал этот монастырь? Он соединил на одной территории Жилища пустынников последователей Антония Великого Обнес их оградой И составил для монахов особый устав А что это такое? Устав? Я забыла Это правила жизни для монахов монастыря Смотри, Фома, там паломники у ворот стучат Монах их впустил Они пожертвования в кружку опустили Ой, а монах эти монетки достал и себе в карман положил Что же теперь будет? Смотри, Вера, Пахомий-то настоятель монастыря Вдруг выпрямился и всех зовет Братья, молитесь скорее Брат наш погибает Господи, помилуй брата нашего Не дай погибнуть душей его Господи, помилуй нашего брата Тут монах у ворот Он монетки достал и вдруг Заплакал Бежит через весь монастырский двор к Пахомию И в ноги к нему падает Отче, прости, бес попутал Каюсь, присвоил деньги Вот они, прости меня, Господи Пахомий его с колен поднял и перекрестил А все монахи так радуются Михаил Гаврилович, значит тогда все монастыри стали общежительными? В те времена в Египте и в Палестине появились сотни монастырей разных типов Это как? Было и общежительное монашество, и отшельничество, и скитничество Скитничество? Да, когда отшельники живут на небольшом расстоянии друг от друга Как у Антония Великого Понятно Вслед за Антонием Великим и Пахомием пришли многие святые, которые развивали монашество Это Макарий Александрийский, Ефимий Великий и, конечно же, Василий Великий Я помню, вы нам про святого Василия Великого рассказывали Он основал монастырь и говорил своим ученикам, что надо не только молиться, но и помогать ближним И создал первую в мире больницу, которая называлась... Василиада Я очень рад, что вы все это помните, ребята А что было потом? Потом? После того, как монастыри появились в Египте и в Палестине, в Малой Азии и других областях бывшей Римской империи Одним из самых известных монастырских центров стала гора Афон Именно оттуда монашество пришло и на Русь Михаил Гаврилович, знаете, я, кажется, кое-что понял Что именно, Фома? Вот вы же нам много про наши монастыри рассказывали И про Киево-Печерскую Лавру, и про Троицу Сергиеву, и про Почаевскую, и про Оптину Пустынь, и... знаете что? Нет Там ведь тоже, как и у Василия Великого, монахи не только молились А что еще? Ты забыла, Вера? При монастырях же всегда и больницы были, и школы, и приюты для бедных Понимаешь теперь? Нет Я понял твою мысль, Фома Именно поэтому вершиной монашеского жития является именно общежитие Потому что Господь завещал не только молиться, но и трудиться на благо ближнего Да, ведь в таких монастырях можно все делать по слову Христа И больных лечить И голодных кормить И по-всякому другому помогать И получается, что отказываясь от мира, монахи все равно не остаются одни Верно, Фома, именно так Дядя Миша, а помните, в стихотворении Пушкина еще было «Жены непорочны»? Женщины, получается, тоже уходили в пустыню, чтобы быть ближе к Богу? Конечно При Пахомии Великом появились не только мужские, но и женские общежительные монастыри И их женщины создавали? Да, Вера Например, в 410 году близ Иерусалима жила святая Мелания Которая основала одну женскую и две мужские обители Так было и в первые века христианства, да и сейчас Правда? Конечно! Вера, ты же Дивеева помнишь? Ну да, конечно! И батюшку Серафима, и его сестер из монастыря Ну вот! А еще была Марфа-Мариинская обитель святой княгини Елизаветы Федоровны Помнишь, как они с сестрами милосердия трудились? Конечно! Только ведь там сестры были не совсем монахинями, верно, Михаил Гаврилович? Да, по замыслу Елизаветы Федоровны, жившие в обители сестры приносили монашеские обеты Но в отличие от монахинь, по истечению времени могли создать семью Это же почти как, ну, эти древние, про которых вы в самом начале говорили Как бы монахи на время Назареи? Да, похоже на них Молодец, что вспомнила А как сейчас? Что ты имеешь в виду? Ну, я бы хотела посмотреть на современный женский монастырь Как там сейчас монахини живут? Ну что ж, Алтай! Ой, какая красота! На холме монастырь стоит, а рядом за его белыми стенами красивое поле Где мы? Возле города Малоярославца Это Свято-Никольский Черноостровский монастырь А поле, на которое ты обратил внимание, называется Иванов Луг Место, кстати, замечательное А чем оно замечательное? Здесь, под стенами монастыря, 12 октября 1812 года Произошло сражение с войсками Наполеона Которое решило судьбу не только России, но и Европы Ах, вот это битва! Сколько солдат! И тут, и там! Дым стоит! И не разберешь, где наши, где французы! Доктор, а кто побеждает? Наши? Ой, мамочки! Фома! Смотри! Кто это там на небе? Женская фигура! Не может быть! Неужели это... Пречистая дева! Она показывает рукой куда-то Кажется, на север! Надо же! Сама Богородица помогла нашим! Да, по рассказам участников битвы Явление Богородицы привело войско Наполеона в ужас, и они отступили Ну, вот мы и вернулись А можно нам внутрь попасть и посмотреть? Конечно! Ух ты! Как здорово тут! Да, удивительно! Ведь в годы гонений монастырь был практически полностью разрушен Везде клумбы с цветами, и сестры-монахини как пчелки трудятся Кто в огороде, кто в саду? Смотри, Вера, а что это там? Где? Возле храма, в беседке Девочки какие-то поют Они что, тоже монахини? Нет, Верочка, это воспитанницы детского приюта Ого! А как они попали в обитель? Когда монастырь открылся, сюда стали приводить брошенных детей Вот сестры и организовали приют Как страшно, когда дети остаются одни Вера, но здесь же они не одни Да, теперь в монастыре не только приют, но и гимназия Хотите посмотреть? Да! Давайте зайдем внутрь, если можно Давайте Ой, какие уютные спальни! А вон и спортзал А это что? Можно заглянуть? Конечно! Игровая комната! Сколько игрушек! А там что? О, кажется, занятия идут Там учебные классы, мастерские, лазареты, трапезная Девочки здесь не только учатся и отдыхают, но и занимаются церковным пением, ремеслами, помогают в огороде и в храме А вот и к вечерней службе звонят Мы в храме! Хорошо здесь! Девочки вместе с монахинями на клиросе поют И лица у всех такие добрые и радостные Интересно, они когда вырастут, тоже монахинями станут? Вовсе не обязательно Могут пойти учиться, работать Захотят, выйдут замуж, создадут семью Каждая выберет свой жизненный путь А нам уже пора Алтай! Устали? Кому еще чаю? Мне! И мне, пожалуйста! Ну, давайте чашки Ой, дядя Миша, как интересно было Ага, все посмотрели Видели и отцов пустынников И непорочных жен Монахини в смысле И узнали, что хоть монах и происходит от слова монос, уединенный Но уйдя из мира, монахи и монахини часто становятся ближе к людям У них появляются и братья, и сестры, и отцы, и матери, и дети Как у сестер в монастыре Малоярославца Целая гимназия Верно И именно об этом говорил Христос О чем конкретно? О том, что тот, кто оставит ради него мир Уже в этой жизни получит множество и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель А в веки грядущем и жизни вечной Ого! Я бы тоже так хотел И я! Может, может, нам в монастырь, когда вырастим, пойти? Ну, не все так просто А почему? К монашеской жизни должно быть такое же призвание, как... К профессии врача? Ну да, Фома, или священника, или воина, или учителя Понятно А вдруг его нет, этого призвания? Что тогда? Ну, это не беда Ведь даже в мирской жизни мы можем стараться по силам выполнять заповеди Божии Служить ближним и Богу Ну, хорошо, мы будем стараться Ага, молиться, помогать ближним Маме, например, мы как раз, Вера, обещали помочь ей убраться в квартире Ой, точно! А я и забыла! Ну, тогда вам надо поспешить домой Да уж Ну, а для служения Богу и ближним у вас еще много возможностей найдется Тут каждый человек может выбрать себе подвиг по силам От чего-то отказаться, кому-то оказать помощь Спасибо вам, Михаил Гаврилович Спасибо, дядя Миша И до свидания До свидания И вам спасибо, ребята, что пришли Всего вам доброго Храни вас Бог В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома Порою вопросы важнее, чем ответы Пусть жизнь нам ответит сама О дальнем, о вечном О личном и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы будем беседовать вновь С Алтаем слетаем Мы дальше, глубже, выше И снова услышим Рассказы дяди Миши А ты нам вопросы готовь А ты нам вопросы готовь Этот и другие выпуски Энциклопедии Вопросы Веры и Фомы Вы можете бесплатно скачать По адресу Дети.радиовера.ру Продолжение следует... Продолжение следует...